Игра на волоске от смерти. Неведомые доброжелатели, в кавычках, предлагают детям по всей стране ощутить драйв и адреналин и сыграть в опасную игру. Беги или умри. В социальных сетях вовсю рассказывают и показывают, как ребята в возрасте от 9 до 15 лет на спор перебегают дорогу перед машиной. К чему это может привести, догадаться нетрудно. Родительское сообщество бьет тревогу. Видеоролики, рассказывающие о гибели подростков под колесами автомобилей, как снежная лавина заполнили интернет. Игра, когда один бежит, другой снимает, превращается в страшную забаву. Пока одна сторона, преступная, предлагает детям опасную игру, другая встает на защиту. Многим родителям сейчас приходят на телефон сообщения с предупреждениями. Не оставляйте детей без внимания. Елена Григорьева, мама подростка, на подобные сообщения отреагировала моментально. Когда есть в семье дети, ты понимаешь, что здесь что-то кроется такое достаточно сложно. Естественно, я тут же обратилась к сыну, как только увидела. У нас была беседа минут на 10 с сыном. Когда получаешь смс подобного рода, вообще все, что касается детей, при всем вот этом спаме, который максимально каждый день приходит по 3-4, все, что касается детей, все равно достаточно остро стоит. Ты все равно, будучи матерью, обращаешь внимание. Еще раз говорю, это лишний повод поговорить с своим ребенком. Компьютерная игра «Беги или умри», перекочевавшая в реальности с всемирной паутины, уже унесла жизни десятков подростков в разных уголках страны. О смертельном увлечении говорят в Алтайском, Хабаровском, Волгоградском, Астраханском, Красноярском, Смоленском и других регионах. При этом чуваше в этом списке не значится. У нас в республике такие факты пока не происходили, но мы всегда работаем наперед для профилактики. Наезды на детей происходили чисто по их неосторожности. Совместно с силами и полиции, и Министерством образования проводим пролатистские мероприятия с участием детей. Особенно обращаемся к родителям и взрослым, чтобы такие случаи на территории нашей республики не происходили. Тут надо ко всем обращаться. Обращаться и водители, надо будет осторожен во дворах. В основном дети сегодня пострадали. То есть выбегают из-за близко стоящих транспортных средств, где они не видны, потому что они сегодня играют, бегают. Ну и в других местах. В школах проводятся собрания с участием педагогов, полицейских, психологов. Последние предлагают родителям подростков быть внимательнее к собственному чаду, контролировать, на каких сайтах чаще всего он бывает, чем увлекается. Дети обмениваются между собой информацией о том, как они проводят время, что они делают. И, в общем-то, мода играет здесь тоже большую роль. Поэтому, скорее всего, идет вот такое вовлечение. Если родители не знают об увлечениях ребенка, о его друзьях, о тех контактах, которые у него есть в социальных сетях, то они могут пропустить тот момент, когда на ребенка будут влиять больше не они, не их взгляды, не их понимания ситуации, а то, что он черпает из всемирного, так скажем, информационного пространства. Татьяна Удина отмечает, проблема не новая, меняется лишь способ воплощения. Когда ребенок с младшего возраста погружается в виртуальный мир, у него возникает некое иное восприятие реальности. Реальность становится для него чем-то похожим на виртуальность. И иногда ему кажется, что смерть – это не такая реальность, какая могла бы быть на самом деле. Вот это отношение к смерти, оно очень амбивалентно, оно очень противоречиво. И нужно разговаривать с детьми на том языке, на котором им это понятно, о всех проблемах жизни и смерти. В этой ситуации важно объединить усилия всех – родителей, педагогов, правоохранительных органов. Только тогда интернет может стать действительно безопасным для наших детей. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Андрей Шоклев, Республика.